Британские компании проявляют интерес к сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Инвесторы изучают возможности капитальных вложений в этом направлении. С этой целью при совместной организации Министерства энергетики Азербайджана и посольства Великобритании был проведен онлайн-семинар на тему возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Целью семинара было информирование британской компании о проводимых в Азербайджане реформах в секторе ВИЭ, про отделы на работе и намеченных планов, а также обсуждение того, какие инвестиционные возможности открывает этот процесс именно для компаний. Хотел бы отметить, что перед Министерством энергетики стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЕ в установленной мощности до 30%. В Семнале как раз-таки была представлена информация о проводимых реформах в секторе ВИЕ для достижения этой цели. Сегодня во всем мире наблюдается тенденция смещения энергобаланса в сторону возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозам аналитиков, их доля в глобальном энергопотреблении к 2030 году возрастет до 20%. Сейчас тема возобновляемых источников энергии очень популярна во всем мире, особенно в Европе. Поэтому неудивительно, что по этому направлению происходит взаимодействие между Великобританией и Азербайджаном. Для европейской компании это возможность инвестировать в растущие сектора возобновляемой энергетики в других странах. Но и для государств сторонних, в частности в Азербайджане, очень важно развивать у себя ВИЕ, потому что идет становление налоговой системы, которая завязана на углеродную тематику. И получается, что странам, которые поставляют товары в Европу, а в перспективе вообще на экспорт, очень важно развивать возобновляемые источники энергии. Одним из направлений, разработанных с учетом международного опыта, является проведение аукционов для привлечения частных инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Особый интерес у инвесторов вызывают освобожденные от оккупации региона Азербайджана, обладающие высоким потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой.